Йоу, друзья, всем привет, с вами Кочи. Совсем недавно на Камчатке произошла экологическая катастрофа, и на данный момент там погибает огромное количество морских обитателей, и всё это выбрасывается на берег. И меня, честно говоря, поразил ответ наших властей. Знаете, почему погибают вот эти морские обитатели? Это из-за шторма. Да, друзья, вы не ослышались. В интернете уже гуляет огромное количество фотографий, что там дохрена погибает этих морских обитателей, а официальный властей оказывается в том, что во всём виноват шторм. Но я, честно говоря, не ожидал такого ответа, потому что люди-то не такие тупые. Специально взяли пробу воды, и проба воды показала, что уровень фенолов там превышен в два раза, а уровень нефтепродуктов аж в четыре раза, что лишний раз подтверждает факт того, что это смертельно для морских обитателей. И давайте я вам сейчас покажу некоторые кадры, что там произошло, чтобы вы убедились, что действительно, ну, тут штормом даже и не пахнет, можно сказать. Тем более те же самые серфингисты, которые там плавали, у них потом резко начиналась проблема со здоровьем, у них поднималась температура, начали болеть глаза, началась тошнота, у кого-то рвота, дальше диарея и так далее. То есть были побочные эффекты, проблемы с организмом. Это тоже нельзя отрицать. Ну и теперь давайте продемонстрирую вот эти вот вам кадры. Ребят, тут просто вообще всё завалено морской живностью. Не знаю, там на дне что-нибудь выжило вообще, нет? Просто слоем в 20 сантиметров. Даже крабы есть. Ещё один громадный уже. Ну это явно нестерлмон рыба. Вот я тебе проговорил про цвета, какого непонятного нескольких. Варёная как будто, ага. Сегодня 4 октября. Ну как я считаю, штормом тут даже и не пахнет. А что по поводу сюрфингистов? Они тоже всё придумали? Вот так резко и массово спланировали, что им вдруг внезапно стало плохо. Но согласитесь, как-то это не катит. Мне кажется, что наши власти от нас хотят что-то утаить. И совсем недавно в интернете я наткнулся на очень интересную статью. И давайте я вам прочитаю часть этой статьи, чтобы вы понимали, а что же там на самом-то деле такое произошло. Выброс неизвестных веществ произошёл на огромном халактырском пляже. Основной точке притяжения для туристов администратор местной школы серфинга Екатерина Дабы ещё неделю назад сообщила о жалобах от спортсменов на резь в глазах после контакта с водой. Она предполагает, что отравление может быть связано с военными учениями на Камчатке. Ну и теперь далее. Активисты Greenpeace оперативно опубликовали космические снимки, на которых видно, что источником загрязнения предположительно могла стать река Налычева. На берегу притока Налычева находится полигон с ядохимикатами Козельский, о котором в открытых источниках почти нет никакой информации. То есть, понимаете, да, там рядом оказывается, находится военный полигон Козельский, да, с ядохимикатами. И нашим властям, как я понимаю, невыгодно признавать свою вину, что действительно произошла утечка этих самых ядовитых веществ. Ведь, опять же, да, проба воды показала, что уровень фенолов там превышен в два раза, а уровень нефтепродуктов аж в четыре раза, что, соответственно, смертельно для морских обитателей. И, как я считаю, никакого шторма там и не было, да. То есть, просто произошла утечка ядохимикатов, да, и чтобы наши власти никого не сажали, да, никого не наказывали, сказали, ну, ребят, ну, виноват шторм, да. То есть, хотя совсем же ведь недавно принимали поправки в Конституции, где лишний раз подчеркивали, что наша власть будет защищать экологию в стране. Но, как вы видите, даже тут они, вот, пытаются, вот, скрыть явную причину того, кто же виноват вот в том, что сейчас там происходит. И мы все прекрасно знаем, что вот эти самые поправки, да, делались ради одной поправки в Конституции. Конституции – это обнуление нашего президента, да, именно его сроков. А остальные поправки, ну, это, значит, чисто так для формальности сделали, чтобы как можно больше людей пришло на эти самые избирательные участки и проголосовали за эти самые поправки. Братья и сестры, ну, а с вами был Коча ТВ. А что лично думаете вы по поводу того, что я вам показал? Потому что, опять же, моя версия, что действительно за тем, что сейчас там произошло, это вина полигона Козельского, который там рядом находится, ведь именно в этом полигоне, как ни странно, находятся ядовитые химикаты, и он там рядом, да, то есть, мне кажется, то есть, тут долго гадать не надо. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube-канал и Instagram, жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube редко уведомляет вас в моих новых видеороликах и распространяйте данные видеоролики. Пусть россияне знают правду. И также пишите как можно больше комментариев, чтобы ролик сдвигался и YouTube. Всем спасибо, пока-пока!